Концертные программы, выставы кветок с поборницей осилков и гастрономичный фест. Гомель сегодня означает свой 877-й день народжения. Святочные пляцовки наведали наши корреспонденты. Это уже традиция. Перед официальным открытием Дня города делегации городов по братимам и партнеров сустракаются с кировнистом Гомеля. Российский Ростов-на-Доня, Воронеж и Ульяновск, Украинский Чернигов, Сербский Новый Сад, Шотландский Абердин. С каждым из этих городов уж мадгадовые трывалы и совязи. Пришим не только экономичные. Культурная интеграция и суместная адукационная деятельность – это так само важно. Сотрудничество длится уже на протяжении 30 лет. И за эти годы было сделано так много в разных сферах. Началось все сотрудничество между госпиталем Абердина и Гомеля. И дальше продвинулись сотрудничества между университетами двух городов. И также обмен учащимися. Бойсковцы приезжают сюда по обмену Гомеля. Вырос об тем, что Гомель постоянно развивается, мая под собой конкретную подставу. Когда в 1870-м годе населенство города складало около 15 тысяч жахаров, а в 1940-м – 140, то зараз свыше 500. Все у него это тяжко поверить. Но природный газ пришел сюда только на начале 60-х годов минулого года. Прикладно в те же часы гомельчане увидели и первый троллейбус. Зараз Гомель – один из лучших городов Беларуси. Причем этот титул он не одноразово подтверждал официально. Гомель все последние годы, может быть даже и десятилетия, является одним из лидеров в вопросах благоустройства. Это отмечено и правительством, на уровне правительства. Ведь уже в этом году мы четвертый раз стали за последние семь лет победителями республиканского конкурса. А можно вспомнить еще и другие, не менее такие громкие наши достижения, как дважды занесение на республиканскую доску почета по итогам соревнований республиканского на социально-экономическое развитие. Открытие дня города все лета проходить на набережной раке СОЖ. Починается оно с приемного подарунка. Старшиня облаканкама Геннадь Соловей урушает керавництву городского выканавчего комитета сертификат на 2 млн 750 тыс. рублёв. На кераванной этой сродке будуть на будовництво поликлиники у 17-й микрорайоне и умыцование материально-технической базы городских установ аховы здоровья. И в працях свята музычный театрализованный пролог с уделом амаль 2000 гемельшан. Бауси без выключения номерах тема мало и радимы. Гомель – это мы, и только мы можем упрыгожить его яркими фарбами. Это основный литмотив грандиозного шоу. Ещё одно мероприемство, якое проходить на набережной Ракисош – выстава подворка у всех районов Гомеля. Основная тематика – кветки. Фантазию аутеров никто не обмежовывал, а тому до справы подошли творче. Выкорастали не только практически все рослины, которые вырушаются в Гомеле, но и даже экзотичную для наших местин пальму. Началось всё это с того момента, когда пришлось вырезать пальму, которая выросла у нас в Оранжереи. У нас много есть костюмов из природных материалов, из цветов. Когда мы срезали пальму, из этого волокна мы сделали первое платье. Потому что снимается чулок, одеваешь на руку – уже рукав. Одеваешь на голову – уже шапка. Практично все парки и скверы Гомеля в этот день стали концертными и выставочными плясоками. Тут и выробы рамесников, и продукция с подворков. Уключающие еще совсем недавно экзотичный для наших палетков виноград. Зараз на Гомельшине выросляется больше, чем 70 гатунков. Причем, навод в этом, не самым сприяльным для винограда годе, урожаи отримливаются вельми недренными. Поспробовать сонечную ягоду мог каждый. Достатково было просто наведать выставу у скверы Громыки. Я предпочитаю разнообразие, потому что каждый сорт имеет свой срок созревания и вкусовые качества. Один сорт начинает в августе, другой – в середине августа, а третий ем в сентябре. Я не останавливаюсь на одном сорте. Тут же у скверы разгорнулся и инклюзивный квартал. Головная мета – рассказать о проводимой работе по формировании у громадства становчего имиджу людей за межаванными физичными махчимостями. Три годы тому Беларусь долучилася до Международной конвенции о правах инвалидов. За минулый час сроблено немало, а лея еще далеко не все. Размову – першую шаргу об створении безбарьерного асяродзя. Мы имеем в виду не только доступность, это как безбарьерная среда. Это доступность и право на труд, на отдых, на лечение, на оздоровление, на образование, на все сферы жизни. И поэтому тут нужно много усилий со всех сторон и участие всех заинтересованных сторон в этом процессе. Площа Ленина у гэты дзень стала пляцовкой БРСМ. Одно самых цікавых мероприемствов – конкурс «Самый моцный гамельшанин». По судностях это проводимые по международных стандартах с поборницей осилков. Пиранисты – камень вагой 190 килограммов, кантовать шину – у 300 килограммов. А еще так званая фермерская прогулка. Это, кали не обходно, пиранисты – специальный 280-килограммовый снарад. Принять в делу конкурсе с усяго гамеля разыкнули только шесть смельчаков. Первый раз было, не выиграл. Поэтому год подготовился, попробуем здесь. Просто в этом году большие веса добавили, очень огромные, в отличие от тех. На плясу закаля лядового палаца «Мяс Молфест». Такое мероприемство в Беларуси проводится у першыню. Фудкорты, детячие гульнявые пляцовки, дегустации и майстер-классы. Профессионалы учатся усяму, як правильно приготовать мясо, сварить суп и зарабить хот-дог. Здавалось б, зусим не складанная страва, а ушмат кого не отрымливается. Шеф-повар жлобинского мясокомбината Рыгор Матусевич сокрета умеутойвая. Самое сложное в ней выбрать качественный продукт. Многие попадаются на некачественные сосиски, на некачественные булочки. Главное подобрать вкусные сосиски. Если сосиска будет не сочная, то сходок не получится. Святочная программа «Дня Гомеля-2019» протягнется до позднего вечера. Организаторы переконаны – цикаво будет усім. Многие плясовки, дарыши, селета просвечены году малой родимой и оформлены у национальном стиле. Это повинная шерсть подтвердить. Нам есть чем гонориться, минулым и сучасным, и верить. У беларусов доброе будущее. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель».